Приветствую вас, Андрей. Прочитал наш вопрос. Что я могу сказать? Ну, я, наверное, не буду пока отвечать на вопросы, которые вы задаете. Да, просто вот на некоторые моменты обращу ваше внимание, которые мне показались, ну, на моменты, которые мне показались важными. Первый момент. То, что у вас с девушкой достаточно большая разница в возрасте, 10 лет. Видите ли, есть проблема. Дело в том, что люди, выбирающие себе партнеров старше, на большое количество лет, 10 лет это большое количество лет. Вот. Они характеризуются, как правило, тем, что А. Не могут взаимодействовать адекватно со своими ровесниками. Им с ними скучно. Б. С теми, кто старше, такие люди ведут себя, как дети. Вот. То есть, хаотичное такое, импульсивное следование своим потребностям, импульсивное следование своим желаниям. Ну, собственно, вот то, что демонстрирует ваша девушка, говоря, купи мне это, ты не хочешь видеть меня красиво. Это такое вот детское поведение. Вот. С другой стороны, вы, как человек, который старше своего партнера, Я думаю, вы нуждаетесь как раз таки в том, чтобы побыть напротив не ребенком, а родителем. С такой, ну, вот с таким партнером. Да. Зарядиться какой-то энергией, вот ее какой-то такой импульсивностью, какой-то такой живостью. Да, вот. Вот такие. То есть, вам вот это нужно, побыть родителем. Что говорит о том, что, вероятно, вероятно, без нее, без партнера, Вы, ну, ведете себя, может быть, в некоторой степени, как ребенок. В чем-то. Я повторюсь, в чем-то. Это первое. То есть, у вас не получается отношение взрослый-взрослый. Она с вами ребенок, вы из нее родитель, отношение взрослый-взрослый не получается. Отношения взрослый-взрослый могли бы выстроиться при условии, если бы вам было бы комфортно. Обои. Это все-таки пары, где разница в возрасте 10 лет, а то и больше существует, и существуют достаточно счастливо. Это те случаи, когда людям комфорт. Когда люди чувствуют, что они вот именно там, где, ну, где должны находиться. Вот. В вашем случае этого, к сожалению, не происходит. По крайней мере, с вашей стороны. Вы сомневаетесь в том, а хотите ли вы быть таким родителем? Потому что, ну, родители, да, согласитесь, родители требуют что-то купить. А, да, здесь девушка, конечно, говорит, мол, типа, ты же хочешь, чтобы я была красивой, да? Вот. Здесь девушка, конечно, что-то говорит. Но, по большому счету, со всеми очевидны, что она ведет себя как ребенок. Я уверен, что вы чувствуете, что она ведет себя как ребенок с вами. Вот. Поэтому это первый момент. Первый момент. Первый момент. Задуматься о том, да, какого партнера вы видите рядом с собой. То есть у вас есть симпатия, может быть любовь, это все хорошо. Но, как бы, какого партнера вы видите? В какой мужской роли вам хорошо? Естественно. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в репрезентации себя. Ну, давайте так, давайте по-другому скажем. В демонстрации себя. Что это значит? Девочка, если она только не совсем, в конец, наглая. Таких людей практически нет. Я вам открою секрет. Такие люди, они, ну, достаточно редкие. Вот. Она просит у вас что-то купить. Не просто так. У нее появилось впечатление, что... Вы можете это сделать. А вы можете это сделать. Потому что вы так делали. Не прямо. Нет. Не прямо. Не прямо. Но, когда человек к тебе постоянно покупает хлеб, то, кажется, естественно, попросите человека булочку. Не намного дороже, чем вкуснее и прочее. Возникает вопрос. Почему? Возникает такое желание впросить булочку. Если я постоянно покупаю хлеб. Ну, в переводе на язык вашей ситуации, почему, девушка, просит вас что-то ей купить еще, если вы и так достаточно много тратите. Потому что, когда человек тратит, и когда он это делает, не установив границ адекватных, говоря адекватных, я имею ввиду понятных ему и партнеру, то у человека, в данном случае у вашей девушки, создается такое впечатление, что вы можете больше. Да? С одной стороны. С другой стороны, она же как ребенок проверяет границу. дозволенного. Не осознавая этого. Вам, вам, границы дозволенного установить сложно. На что указывает, собственно, ваш вопрос. В целом, да? Вы сомневаетесь. Вот, это такой момент. То есть, вы сами, своими действиями, тем, что, бесконтрольно возможно, находясь в порыве страсти, вливались деньгами в нее. Вы сами приучили ее к тому, что она может на вас полагаться и просить у вас что-то купить. Ну, а почему нет, если он покупает постоянный хлеб? Почему нет? Вот. Я думаю, это вопрос, границ, которые вы устанавливаете себе, и, соответственно, своей девочке. вы этого сразу не сделали, поэтому сейчас, конечно, это будет проблематично. Там еще девочка может сказать, а, границу устанавливаешь, типа, меня разлюбил, да, вот вы там говорите про использование, про использование, ну, что она вас использует, я об этом еще скажу. Она может сказать, о, так, ты меня использовал, получается, все, я тебе надоелся, теперь не хочешь на меня тратить. Ну, будет провал. Будет провал. К сожалению. Потому что выглядит это именно так. Именно из-за того, что вы сразу не установили личный границ. Вот. Это не значит, что личный границ устанавливать сейчас не нужно, эм, просто важно, именно об этом сказать. Не трогай ее. Не трогай девочку. Важно донести, что я хочу делать, что я не хочу делать. Что я могу сделать, что я не могу сделать. Хотя, могу, не могу, здесь, эм, лучше не использовать. Могу, не могу, можно, можно, оспорить. Всегда. Вот, хочу, не хочу, нет. Нельзя оспорить. Вот. Следующий, э, момент, который я хотел, э, э, рассмотреть. э, э, с моей точки зрения, как мне показалось, э, э, девушка, будучи по, э, э, тем причинам, которые я ранее озвучил, ребёнком в отношениях с вами, э, 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 и, собственно, проверяя границы дозволенного, э, 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 хочет проверить вас. Она хочет проверить вас. Она хочет проверить вас. насколько вы, э, э, готовы в неё вкладываться. Потому что, зачастую, а женщины, после тридцати, после тридцати лет с детьми, они очень сильно в себе не уверены, и считают, что они не нужны. Вот. Такие женщины находятся под достаточно сильным давлением общества, если вы живёте в России, ну, или в странах Восточной, в стране Восточной Европы. э, э, такие женщины находятся под очень большим давлением, э, общества. Такие женщины чувствуют себя очень уязвлённо, такие женщины часто чувствуют себя неполноценными, и, соответственно, пытаются понять, а он правда меня любит, или он мной пользуется. А вдруг он завтра уйдёт, и я, э, соответственно, останусь одна. Вот эта фраза, э, девочки-брато, что ты не хочешь видеть меня красивой, она про это. Девочка боится показаться вам некрасивой, боится, что вы от неё уйдёте. Поэтому, э, здесь, возможно, имеет смысл, э, прежде чем говорить ей о том, что вы хотите или нет, спросить о её страхах, чего она боится, спросить её о том, что её волнует. Вполне возможно, что она вам расскажет что-то, и вам будет, вам будет более понятно. Когда она вам расскажет уже, и вы можете рассказать, что вы хотите, что вы не хотите. Вот. Но это очень похоже на то, что девочка просто, э, чуть ли не провоцирует вас на то, чтобы вы ушли. Вот. И если вы уйдёте, она просто подтвердит, что я подвис за одном, что уже больше никому не нужна. Это не значит, что вы должны, знаете ли, там, из кожи вон лезть, чтобы доказать ей обратное, но, тем не менее. Вот. Другой вопрос. Если она вам скажет, что она ничего не боится, вот здесь, вот здесь очень важно, насколько вы близки. Если вы почувствуете, что она врёт, что она не хочет говорить, что она там напряжена или что-то ещё, ну, значит, скорее всего, она действительно чего-то боится. Вот. Тогда её такие просьбы принимают, ну, сами понимаете, какой характер. Ещё плюс сын трудный. Это подбавляет масла в огонь, в том плане ещё она понимает, что, ну, сколько, сколько вот мужчина, да, будет терпеть, там, трудного ребёнка, и стыдно наверняка, наверняка за это. То есть я её не оправдываю сейчас, я просто говорю о том, какие могут быть истории. Вот. Всё это нужно учитывать. По возможности. Вот. Дальше. Следующий момент. Вы говорите, что она может вас использовать, вы боитесь, что вас будут использовать. Смотрите. Как образуется использование человека? Как происходит использование человека? Использование человека происходит тогда, когда тот, кого использует, делают то, что не хочет для того, кто использует, в этом случае это использование. В остальном случае, если человек делает то, что он хочет, да, это использование, но все отношения в той или иной степени использования. Поэтому, если вы боитесь, что вас используют, вы по сути демонстрируете своё недоверие самому себе. Своё недоверие самому себе и некую свою жертвенную позицию, что я могу сделать то, что от меня хочет кто-то против своей воли. Здесь встаёт вопрос, опять же, личной границы. Потому что вы не сделали ответственность за свою маму и за своего ребёнка от предыдущего брака. Очень важно чётко разделять эту ответственность. Очень важно не брать ответственности больше на себя за других людей. Ну, ничего хорошего вам это, в принципе, не принесёт. Дальше. А у вас, по большому счёту, получаются вторые отношения, которые не складываются. Так же, как и у девушки не складываются отношения. Совершенно очевидно, что здесь имеет место быть некая системная проблема. Некие сценарные элементы. Потому что, ну, вам сорок, у вас нет, как бы, семьи, вы разведены. Девочки добритесь, у неё есть ребёнок, у вас тоже есть ребёнок. И она тоже не, как бы, ну, не в отношениях. Что-то вы делаете не так. Что-то вы делаете в ущерб себе. Что-то вы где-то допускаете деструктивные модели поведения, которых сами не осознаёте. Это очень важно посмотреть, это очень важно поискредить, это очень важно подкорректировать. Вот. Идеальным вариантом было бы, если вы вместе с девочкой обратились на консультацию и поработали над, именно, вопросами на взаимоотношениях. Не над теми вопросами, которые вы задаёте, а именно над вопросами на взаимоотношениях. Что касается корректного донесения своей позиции до девочки, то здесь очень важно сделать это в контексте я-сообщений. Вот. Это такая техника бесконфликтного взаимодействия, которую вы можете, в принципе, ну, поисследовать, да. Которую вы можете, в принципе, сами изучить в интернете, я полагаю. И после всего будет, в принципе, всё понятно. Да. Как можно корректно донести до девочки то, что вы, вот, чего-то хотите, чего-то не хотите. Очень важно говорить о себе, очень важно избегать рсты сообщений и прочее, прочее, прочее. В целом мне показалось, что вы не очень уверены в себе. В целом мне показалось, что вы не очень девочка, которая доверяет, и это связываю, опять же, с тем, что вы не доверяете себе, потому что доверие себе является основанием для доверия других людей. И если это так, то именно с этим, в первую очередь, нужно разбираться. Будете доверять себе, будете доверять всем, не боясь, что кто-то вас использует. Вот. Такая вот история, в принципе, я думаю, то, что можно вам ответить. Дальше. Вы пишете о том, что, значит, ответы правый мужчина должен и девочка с прицепом не рассматриваю. Здесь я вижу некую вашу такую, знаете, ну не агрессию, конечно, но некую защищенность. Некую попытку себя защитить от стереотипов, которые, возможно, имеют место быть. То есть, опять же, вы сомневаетесь. Опять же, вы не уверены в себе. Опять же, вы как бы не можете ориентироваться на то, что вам важно, а сомневаетесь в том, что предсчитают окружающие. Это тоже может быть проблема, но уже проблема лично вашей, конечно. На этом все. Вроде бы все моменты рассмотрел. Ну, пожалуй, остается только вопрос, что между вами и девочка общего, потому что чем меньше у вас общего, тем больше вы видите друг друга как мужчину и женщину, тем более гендерно ориентированными становятся ваши отношения, тем больше в них будет проблем. Поэтому имейте, пожалуйста, в виду данный фактор. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешит самым лучшим для вас образом.